Те наши Ника, Ника под кольками. Всем привет. Мы вчера ходили, закупали школу. И мы потратили... Я очень сильно не хотела идти покупать все, потому что я знала, что это нам обойдется дорого. Ты накрасила губы и запачкалась. Ты делаешь очень толстый слой губной помады. Ника, что это? Пакеты для школы. Они... Мы... Мы... Да. Мы здесь не потратили 900 сетей. Представляете, 900. Да, мы очень дорого потратили. И мама не хотела покупать, потому что... Идти покупать, потому что мама знала, что это придется потратиться. Дело в том, что у нашей школы очень много требований. Начинают флейты балетных тапочек. И это только второй класс. Самое лучшее, самое... Мы начнем с самой красивой, а потом быстренько покажем основное. Самая красивая покупка, это такой вот чемоданчик для еды. Это холодильничек для еды в школу. У нас жарко, и сюда... Слушайте, это, мне кажется, как для слайма. Вот такие вот... Как называется? Что, что, что это? В пятницу и в среду? Что, в пятницу? В пятницу мы поедем в Алат. Да, но мы попытаемся, если будут места, потому что сейчас у нас неблагополучная ситуация у всех со здоровьем. И... И... Да, Ника. А вы знаете, что у нас скоро школа? Да, школа у нас когда? Во вторник, первое сентября. Ура! И наша самая красивая покупка, это холодильничек для еды в школу, для завтрака. Это самый милый, симпатичный, в розово-голубых цветах холодильничек с такими вот... Ника, что это? Рассказывай, короче, я помню. Я уже буду во втором классе. Ты, да, ты идешь во второй класс с таким вот крутым, что? Холодильничком для еды. Ланчбоксом. Ланчбокс, да. Вот такой вот он. Он красавец, и он уже грязный, потому что Ника уже сюда ставила и телефон, и все что угодно. Это единственная покупка, которая не из вчерашнего магазина. А вчера мы были в магазине, и мы купили... Что мы купили, Ника? Сумку для рисования. Сначала такие были маленькие, а теперь таких огромные. Да, сюда мы будем ставить альбом. Альбом огромный, как эта сумка. Сейчас я покажу альбом. Чтобы было понятно вообще, для чего такая сумка большая нужна. Это сумка, Ника, больше, чем ты, если честно. Почему? Ну, потому что вот такие вот альбомы, прям такие альбомы, альбомы. Видите, какие они большие? Ника, тебя закрывает. Это твой половина роста, и этот альбом помещается в эту сумочку. Сюда еще пойдут краски. Мама, смотри, это не помещается, смотри. Помещается. Вот. Вот. Нет, солнышко, смотри, мы выбирали по размеру, потому что... Вот оно. Все отлично поместилось. Значит, для рисования у тебя готово. Готов набор. И, смотрите, это классный рюкзак. А, рюкзак розовый. Это классный рюкзак. Это не для школы. У Ника есть рюкзак с куколками лобки. Со звездочками. Мам, ты стук. Этот рюкзак в первый класс. Это для первого класса. Нет, и для второго тоже. Этот рюкзак был куплен, Ника, для того, что когда у тебя только один урок, а потом физкультуры и рисования, чтобы ты не таскала тот тяжелый рюкзак. А этот с одной книжкой, с пеналом и с едой. Вот такой. И я кину этот пакет, потому что там уже ничего нет. Ну, ты молодец. Дальше. А, и какая-то раз, значит, ты в холодильничек для еды, для рисования рюкзак. Да, и пенал. Это вот такой пенал. Я сейчас его открою и покажу вам. А мама посмотрит, что еще. А, здесь ерунда. Короче, пока Ника скрывает. Это для... Для чего это Ника? Для листиков? Что у нас еще? Вот такой вот отдел. Тут маленькие маркеры, тут карандаши, тут большие маркеры, а тут вся канцелярия. Ну, там, клей, стеркан. И выглядит этот пенал вот так вот. И все. Я о нем мечтала. Ты о нем мечтала? И, пожалуйста, сделать так, чтобы ты его не потеряла, этих единорожек и этот пенал. Поняла? Потому что это очень... У моей одноклассницы тоже есть такой же пенал. Тоже такой же? Значит, в этот пенал отлично поместится карандаши, которые мы вчера купили. Это для бумаг. Сказали, что понадобятся все... Мама только случайно не перепутает нашу школу. Тоже, самое интересное, что вот эти вот туши, они получаются у нас самые дорогие маркеры для рисования, нестираемые маркеры. Не забудьте, эти маркеры нам нельзя в школу. Да, но нам нужно что-то ими подчеркнуть. И точилка. Точилка для пенала, да. Эти маркеры, кстати, вот они, да, они долго, дорого как бы обошлись. И мама купила краску для нашего принтера HP, потому что краска закончилась. Да. И закончилась краска, кстати, очень быстро. Мы купили следующую. И это пакетки. А вот не кидай, пожалуйста, потому что это некрасиво. И вот туда ушли наши денежки. Линейки, клей. Опять почему-то нестираемые марки. Что у нас тут? Вот такое. Кисточки. Да, кисточки для рисования. Опять же. Это мелкие для рисования. Это вот такие вот. Опять маркеры. Вот эти вот маркеры мне съели весь бюджет. Я не знаю почему. И это ластик. Это такой ластик-анрандаз. И я сейчас на эту карандах сейчас что-то нарисую на руке. Это, да, резинка для стирания. Опять же. Кломастеры, которые ты, Ника, сильно теряешь. И которые мама будет обижаться. Потому что я сказала, что я год в магазины не хожу и ничего не покупаю. Карандаши цветные. Опять же, все для школы на год. Еще карандаши. Линейка. Это что у нас? А, опять резинки обыкновенные. Клей обыкновенный. Карандаши. Карандаши ортопедические. Потому что дети здесь, в школах, не пишут ручками, не пишут карандашами. Карандаши чисто девчачьи. Вот такие вот. У нас когда... И если ты потеряешь хоть один карандаш, мама будет ругаться. Карандаши. Опять клей. Мама. Клей. А ты знаешь? Все просят только у меня карандаши. Это. Я сейчас скажу, что это. Для каждого предмета в эти сумочки мы теперь должны положить одну книгу и тетрадку. Каждую сумочку, каждый предмет в отдельной сумочке. Чтобы ничего не терялось. Раз, два, три, четыре, пять, шесть сумочек у нас таких. Шесть сумочек, да. И вот такой вот клей единорозка. Почему опять тушим? Кто-то здесь накидал лишних маркеров. Потому что, смотри, Ника, у нас опять маркеры. Это маркеры для такого... Неломающаяся линейка полусиликоновая. И опять точилка. Это такие фломастеры, которые ими можно писать... Ну, на... Три точилки, потому что... Ну, на легкмархики. Это на доске, да. На доске-то вы пишете. Да. И что у нас еще есть? У нас ничего такого нету. Губка. Опять? Чтобы это и это подойдет. Потому что, когда ты рисуешь... Опять, как разошли у нас. Этим потом стираешь. Мара взяла очень много клея, потому что Ника клея теряет. Стихи с клеем. Ника клея теряет. И... И что? И ты его ломаешь. Ты его теряешь. Ты его не приносишь домой. Для... Это для музыки. Да. Тетрадка для музыки. Для нот. Просто. У нас есть такая же. Только зеленая. Ты с напрела. И вы не поверите. Им нужна телефонная книжка с алфавитом. Вы кого там будете? Мы ее не распаковывали. Еще даже телефонную книжку для второго класса. Но это катастрофа вообще. Опять карандаши. Мы их потом посчитаем. Сколько карандашей? Это не алфавит русский. А, это большая линейка, которую она потом складывает. Вот такие вот наклейки. Наклейки подклеивать все тетради, все учебники и даже лов. Наверное, тут мы пишем фамилию, имя и класс какой. И подписываем все. Клеим на обложку, на тетради и на книжки. Да, два вида у нас. И есть еще такой. А, кстати, кстати. Вот такие вот. А вы знаете, что у меня есть такая и такая. У меня таких куколок миллион. У тебя не миллион. И тетрадочки, наборы тетрадок. Единственные тетради, это я взяла для английского, по-моему, или для музыки с фрозой. Остальные обыкновенные тетради, обыкновенного цвета. А мы в первом классе учили ангелет. Вы не учили в первом классе ангелет. Нет, когда была Мураль Яэль. Учительница Яэль? Да, она Мураль Ангелет. Так, дальше что у нас тут нет? Краски. Краски. Водяные краски. Вот именно такой фирмы надо покупать. И это опять же для уроков рисования. Вот такие вот краски. Опять краски для принтера. Это моя личная покупка краски для принтера. Цветные и черные. Значит, тетрадка обыкновенная для... Это что? Это обложки. Обложки. Ээээ, я рисую сказать закрытыми глазами. Это тетрадки, тетрадки, обложки. О, а давай я... Но книги мы еще не покупали. Так, вот так вот красиво давай сложим все. И что у нас еще здесь? Обложки. Вот я лично хочу. Для карандашей на стол. Вот такой вот мама купила голубенького цвета. Для карандашей тебе. И... Вот я лично... Обложки цветные и такие. И вы не поверите, ребята, это все. И это все нам стоило около 300 долларов. Вот такие вот цены. Значит, у нас столько пенал. Около 300 долларов, я сказала. Значит, у нас получается пенал. У нас получается холодильничек для еды. И книжка для рисования. Это до 30. Да, до 30. Сказали, что нужна большая линейка. Она вот так вот как-то... Да. Вот так вот складывается. Да, чтобы поместилось в мой пенал. И открывается. Это все наши покупки. Кстати, если вы не знаете, это не настоящий карандаш. Это просто... Это просто такая поставка для карандашей. И сейчас я это все буду открывать. Нет, ты не будешь открывать все это. Потому что наши покупки. Вот они. И я сейчас открою одну. Ничего такого, даже книжек еще нет. Все, я все это вырву. Ну, ладненько, показали? Да. Что новый учебный год, да, с Богом, будет лучше, легче, чем прошлый учебный год. Потому что в прошлом году у нас была проблема. Мы переходили на онлайн обучение. Пока. Счастливого учебного года. Всем пока. Пока.